Еще не так давно о ней не было принято говорить широко. Все поменялось после принятия закона и ряда нормативных актов Министерства здравоохранения. В них четко прописано, каким пациентам и на каких этапах лечения оказывается эта помощь. Как отметил ректор Рязгому Роман Калинин, форум станет мотивацией для специалистов, которые всегда должны работать на пределе своих возможностей, чтобы помочь своим пациентам. Кроме того, его участниками стали студенты, которым только предстоит работать по этой специальности. Это опыт для студентов и узнать, и понять, что такое палиативная помощь, как работать, как мотивировать себя работать с пациентом, которым сложно помочь. И не хочется говорить невозможно, не хочется говорить сложно. И, конечно, это новые знания. Мы не так давно начали преподавать палиативную помощь в университете. У нас есть учебник, изданный специалистами. Особенно строго стоит в ЦФО вопрос доступности обезболивания. По данным мониторинга Министерства здравоохранения, в 13 из 18 субъектов округа в 2018 году сильнодействующие обезболивающие препараты получали менее 20% пациентов, которым оказывалась палиативная помощь. Между тем, по мнению экспертов, до 80% палиативных больных имеют хронический болевой синдром. В рамках форума обсуждались темы оказания помощи детям и взрослым. Одна из главных его задач – повышение знаний медицинских работников, которые работают в системе палиативной помощи, как специализированной, так и в первичном звене. Новые темы, которые сейчас очень актуальны – это палиативная помощь пациентам, которые нуждаются в длительной респираторной поддержке. Это совершенно новые технологии для российского здравоохранения, которые сейчас используют системы палиативной медицинской помощи. Это поддержка пациентов на дому. Одна из тем форума – организация палиативной помощи населению в Рязанской области. Это серьезнейшее направление сегодняшней медицины. Огромное сейчас влияние уделяется онкологией, нежсосудистой, заболеванием. Наш регион является одним из самых, к сожалению, можно пожилых в Центральном федеральном области, именно в Рязанской области, в Рязанской области, в Рязанской области. Поэтому, естественно, проблема палиативной помощи, проблема реабилитации, проблема гириатрии. Они, наверное, как-то где-то связаны, мы должны это четко разделить, чтобы понимать, как нам правильно оказывать эту помощь. На форуме специальными наградами были отмечены работники разных медучреждений, оказывающие палиативную помощь за организацию и проведение. Отдельную благодарность получил Рязанский медуниверситет.